Не думай, что ты чего-то достиг в этой жизни, не думай, что жизнь тебе чем-то обязана, и ощути пространство внутри себя, до каких психотипов эта программа и нужна ли она, реши сам, нужна тебе такая программа или нет, докуда она, сам определил Вить, ты волшебник, ты маг своей жизни, ты это все должен сам решить, вот о чем мои эфиры, вот я о чем вам все время говорю, сами это делайте, не задавайте никаких вопросов никому, ваши вопросы внутри, вот то, что вы спрашиваете, хрень какую-то, что-то хотите знать, это, вот еще раз говорю, такой хитрый обман ума, он не хочет делать ничего, он не хочет никакого опыта познавать, пропускать через себя, он просто хочет знать, узнать, и такой, типа, а я уже знаю, ой, а расскажи, что там, расскажи, что там, он спойлер хочет, не хочет пережить это, а что там, а-а, все, и такой, типа, начинает рассуждать, как человек, который никогда не был там, на войне, например, начинает о войне рассуждать, ой, давай, что там, или вообще сочинять, как вот наши фильмы все о войне, современные, российские, которые к войне не имеют никакого отношения вообще, как будто в упор не видят, есть столько кадров, документальных фильмов, а вот они не хотят, потому что они считают, что у кино есть своя правда, потому что это, типа, непонятно, а им непонятно, они смотрят на эти документальные кадры, им непонятно, потому что они там не были, и они тогда посочиняют какую-то хуйню, которая понятна им, вот ум сам это делает, и делает говно, говнище вот это, которое сейчас вы смотрите в виде патриотического кино современного, которое никакого отношения к войне не имеет, и вы также задаваете вопросов, не хотите иметь никакого отношения к этой жизни, ум так вас и от нее отсоединяет, вот от этого все страдания ваши, все ваши переживания, страхи, весь вот этот ужас, я не знаю, что надо жить на полную катушку, это вообще ничего не значит, жить, это жизнь, это такая хитрая штука, вам кажется, что вы вообще не живете, вам кажется, что вообще все мимо вас проходит, а на самом деле вы этим всем и являетесь, и когда вы это понимаете, что вы вообще все прогенерили, все события этой жизни, создаются матрицей внутри вас, вы и есть эта матрица, все ваши мысли, все ваши вот эти вот какие-то мимоходные, мимоходные какие-то погружения в какую-то информационные поля и создает всю вот эту реальность, вот это все, включая до каких-то мировых открытий, каких-то замороченных философских доктрин и так далее, фильмов, это все вы делаете сами, и то, что не понимаете, то, что понимаете, все из вас херачит, и вот есть такие петли, в которые вы попадаете, когда вы что-то хотите знать, узнать, не прожить это, а узнать, все отпустили, оно проживается само, без вашего знания, вот такого типа, ну типа я знаю, вот опять же вот это желание пофляксить каким-то знанием, желанием по себя чего-то кому-то подсунуть какой-то фуфел относительно себя, какую-то свою, свою, ну пыль в глаза пустить, там что-то, не знаю, кому, некому, когда ты понимаешь, что, ну когда тут это самое просветление происходит, все тебе перестает быть интересно, прежде всего, во-первых, все, что раньше было интересно, а теперь надо понять, что раньше было интересно, раньше было интересно выпендриваться, или скрывать какие-то недостатки и пытаться выпячивать что-то, то, что тобой не является, или то, что ты хочешь, чтобы оно было тобой, но оно такое неестественное, из-за этого вот эта вот кринжатина везде, нелепость, вот этот стыд испанский во всех, во всем, вот эта вечеринка в мотоборе, это тоже такая нелепость, потому что она не фальшивая, ну понятно, что другого нет и по-другому не умеют люди, и не знают как, вот это кривляние, и вроде там хорошо им было, и вроде как-то всех похвалили друг друга, и вот этим довольствуются, похвалили, вместо того, чтобы найти какую-то подлинную связь между друг с другом, друг с другом как-то, не знаю, какой-то создать более интересный такой ретрит, да, потому что вечеринка, настоящий это ретрит, хороший ретрит, вот это не даром вот эти все ретриты, на них там тоже человек по пятьдесят, по сто бывает, там такое происходит на ретритах, там такое вообще у людей, и откровение, богоявление, связь, прочищение, так их прокручивает. Ты потом смотришь на эти все вечерухи дискотечные, блин, клубные, и думаешь, боже, как люди, как они довольствуются вот этой вот хернёй, вот этой вот, бля, думаешь, как, ну, конечно, хочется всех их затащить на такое, да, где тебя прошибает хорошо, где тебе глазки открывают, это не только айвазка, не только психоделические вот эти всякие-то мухоморные опыты, это могут быть, ну, разные, не знаю, наверное, я просто никогда в них, не, я на некоторых бывал, участвовал, но просто мне то, что я делал сам, мне хватило, поэтому любой другой ретрит, на котором я был, мне казался, ну, таким детским садом по сравнению с тем, что было у нас в течение пяти лет. Мы там прожили десятки жизней, может, сотни.